Креветки Амана Именно это название так знакомо многим аквариумистам Сразу понятно о ком речь и как выглядит эта на сегодняшний день очень популярная креветка Но не так давно у этой креветки не было этого названия Ее называли просто Каридина Мультидента Да и такой популярности как сегодня у нее раньше не было Свою популярность, известность и узнаваемость эти креветки получили благодаря Такаше Амана Уверен, что большинство из тех кто смотрит это видео знает этого человека Однако есть и те, которые только начинают свой путь аквариумиста И именно для них пару слов об этом человеке Такаше Амана или как еще говорят Такаси Амана профессионально занимался велоспортом Являлся неоднократным победителем по велотреку Также этот человек является профессиональным японским фотографом Автором многих фотоальбомов и книг, изданных на нескольких языках Но помимо всего прочего, этот человек был аквариумистом с большой буквы Аква-дизайн, который он создавал, будоражит сознание многих и по сей день На него равняются, по его статьям и видео учатся и просто вдохновляются Такаше Амана создатель нового направления в оформлении Пресноводных аквариумов, которое называется «Природный аквариум» Он учредитель престижного ежегодного конкурса аквадизайна И основатель компании Ада Креветка Амана имеет и ряд других названий Амана-шримп или вовсе креветка-водорослиет Естественная среда обитания креветок – это горные реки южной части Центральной Японии Также они встречаются в Тайване и даже в Корее Внешний вид этих креветок невзрачен Так почему же они такие желанные для многих аквариумистов и чем заинтересовали самого Такаше Амана? Все очень просто Креветки Амана – отличные помощники в борьбе с водорослями Особенно хорошо поедают ничатку и даже сине-зеленые водоросли Однако черная борода является исключением Но Аманки будут прекрасной профилактикой, препятствуя их появлению Пожалуй, это один из самых прекрасных аквариумных жителей для мшатников Ведь далеко не всем любителям водорослей удается так тщательно очистить и перебрать мох Даже улитки неретины в этом деле уступают высокие позиции креветкам Амана Креветки Амана мирные и никогда не нападут на улиток и рыб По крайней мере на взрослых А за растения вообще не стоит переживать Плюс к этому они вырастают достаточно крупные, до 6 сантиметров А при хорошем содержании живут около 3 лет Но встречаются и долгожители, которые доживали и до 5 В условиях содержания достаточно просты и неприхотливы Самый опасный момент, который грозит летальным исходом – это период адаптации К новым условиям содержания и к совершенно другим показателям воды Поэтому будьте аккуратны при пересадке Не пересаживайте сразу в аквариум Переход должен быть плавным, дабы снизить стресс и тогда все получится Количество креветок Амана обычно рассчитывают исходя от объема аквариума Так, чтобы на каждую креветку было не менее 5 литров Но при этом не забывайте о том, что это стайные существа И в живой природе их стая может насчитывать сотни особей Идеальной стайкой считается от 10 креветок Хотя бы потому, что ее будет видно в аквариуме И невзирая на то, что они не имеют яркого окраса За этими креветками действительно интересно наблюдать Они ведут достаточно активный образ жизни На одном месте долго не находятся и не могут находиться Эдакие непоседы Им нужно исследовать все и везде Как будет оформлен аквариум Особого значения для них не имеет Но не забывайте о том, что этим креветкам необходимы растения и укрытия В них заложена природа и копошится в зарослях Перебирать мох и прочее А за счет того, что они достаточно пугливы Им просто необходимо место, где они могут спрятаться Да и не забывайте о том, что во время линьки креветки очень уязвимы За аквариумом с креветками Амана необходимо ухаживать Помните о том, что большое количество аммиака, аммония и тяжелых металлов в воде могут погубить креветок Поэтому не обойтись без подмен старой воды на свежую, отстоявшуюся И желательно производить подмены с помощью сифона Так, чтобы удалить твердые отходы обитателей аквариума Не забывайте и про фильтрацию воды Течение в аквариуме допустимо и даже желательно Они любят поплавать против течения Но оно не должно быть очень сильным Если установить внутренний фильтр, то лучшим выбором будет тот, у которого губка не спрятана пластиковым стаканом Когда креветки будут голодными, они в губке обязательно найдут что-то поесть Необходимо установить компрессор Маленькое содержание кислорода в воде нехорошо сказывается на состоянии здоровья Да и вообще, без ложного содержания кислорода они могут вылазить из аквариума Для поддержания идеальных условий содержания не забывайте тестировать воду PH от 6,5 до 8 Температура от 17 до 27 градусов А жесткость воды от 2 до 20 градусов Если вдруг вы заметили, что креветки стали пытаться выбраться из аквариума А они это делают разными способами В том числе и с помощью отверстий, где выходят трубки Знаете, с водой что-то не так Подмена воды и тесты вам в помощь Я уже говорил о том, что креветки Амана прекрасные помощники в борьбе с водорослями И невзирая на то, что именно это предпочтение в пище сделало их такими желанными креветками для аквариумистов Они способны питаться не только этой едой Хорошее питание креветок Амана – залог успешного содержания Естественно, они будут поддать корм оставшийся от кормления рыб Более того, они это делают похлеще, чем сомники А если в аквариуме с этими креветками вы содержите и сомов То вам удастся понаблюдать, как прожорливая креветка уносит из-под носа сома его долгожданную таблетку корма Вообще, можно сказать, что креветки Амана всеядны Они едят даже живые замороженные корма типа мотыль Тут стоит сказать про мальков Бывают случаи, когда голодная креветка набрасывается на маленького малька Поэтому не стоит молот держать в одном аквариуме с аманками Но взрослых рыб не трогает Однако погибшую рыбку съесть могут В качестве подкормки хорошо подходят дольки огурцов, кабачка, листья салата и вовсе банан Перед подачей желательно обдать кипятком Кстати, оттенки в окрасе креветки могут меняться в зависимости от того, что она ест Стоит сказать и о том, что подкармливать креветок – дело непростое Тут важно не переборщить Дело в том, что креветки Амана при обильных подкормках перестают есть водоросли А для того, чтобы как-то подержать креветок в период линьки Можно давать корма, содержащая целлюлозу Она крайне необходима креветкам для восстановления панциря Тогда креветки будут меньше прятаться от окружающих ее аквариумных жителей Если вдруг вы обнаружили в аквариуме хитиновый панцирь, его не стоит удалять из аквариума В нем содержатся важные и нужные организму креветки вещества Этот панцирь также будет съеден креветками Бывают случаи, когда в аквасалонах под видом креветок Амана продают похожие виды из Тайваня Которые могут употреблять в пищу растения и не уничтожают водоросли в аквариуме Данная тенденция приводит к путанице и предоставлению неверной информации Поэтому некоторые аквариумисты на форумах пишут, что креветки Амана размножаются в пресной воде, а мхи разносят в клочья Будьте внимательны при покупке Отличить подлинную креветку Амана можно по двум голубым точкам на хвосте Но для того, чтобы их увидеть, необходимо присмотреться Не рекомендую содержать данных креветок с крупными самами, цихлидами, пираньями и другой крупной и хищной рыбой С раками держать также не нужно Со всеми мирными рыбками уживаются очень хорошо Напоследок скажу о том, что ни в коем случае не лечите рыб в общем аквариуме с этими креветками На лекарственные препараты реагируют очень плохо, особенно если в составе медь Такое лечение может закончиться смертью всех креветок в аквариуме На этом видео подошло к концу Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте пальчик вверх Впереди нас ждет еще очень много интересных и познавательных видеосюжетов А на этом у меня все Всего вам доброго И до новых встреч в новых видео на канале ПАР Пока Субтитры сделал DimaTorzok